На затылок 30, на бока 20, я думаю, что нам будет приставочка. Ты уже снимаешь? Конечно. Всем привет. Познакомьтесь, Вероника. Привет. Мы творим красоту. Мы делаем окрашивание в технике хэнд-тач и мелко амилирование. Сейчас мы делаем томирование. Осветление волос мы уже сделали. Мы берем пепельный оттенок, попрядно наносим его на волосы. Выжидаем нужное время. И скоро мы увидим результат. Какая красота у нас получилась. Какая шикарная блондинка выйдет от нас сегодня. Бомбическая, умопомрачительная, сногсшибательная, шикарная девушка. Вероника обещала сделать с меня шикарную, бомбическую, умопомрачительную блондинку. Первый раз крашусь. Первый раз после Ванкувера. Сколько? Уже три месяца прошло. Вот на три месяца мне хватает моей покраски. Вообще мы собирались просто затонироваться. Да. Просто затонироваться. Девочки, они такие девочки. Как всегда мы не выдержали. Начали краситься, амилироваться. Всегда, когда они просто хотят собраться, что-то сделать, все это выливается в нечто грандиозное. Ну, собственно, что у нас сегодня и произошло. Большая работа, сочетание нескольких техник, тонирование. Причем, девочки, сохраняем качество волос. Что очень важно для меня. Да, все очень важно для блондинок. Обязательно визуальный контроль. То есть, когда у нас прядки находятся под фольгой, обязательно визуальный контроль каждой прядки, чтобы не перезержать. Любая блондинка, мы поймем. Все, я уже доверяю Веронике. Потому что она сама многострадальная блондинка, которая пережила, в общем, все. И французский выше. И все на свидетель. В общем, посмотрите результат. Да, скоро будет. Потом мы скажем, где мы находимся с Вероникой. Адрес, телефон. Если кому-то нужно, если кто-то ищет мастера, пожалуйста, звоните, обращайтесь. Всех ждем. Всем будем рады. Спасибо. Пожалуйста. Всех ждем. Субтитры сделал DimaTorzok В общем, история сегодня у нас такая. Мы в паунт-центре сейчас брали палеты, чтобы помочь одной женщине, которая едет сейчас уже четвертый день. Она едет с Дальнего Востока. Она инвалид на коляске. И она через третьи, через четвертые руки связалась со мной. Ну, как не только я. У меня есть тут одна девушка. Мы подружились с ней. Оксана, привет. В общем, это какая-то знакомая через WhatsApp этой Оксаны, моей подружки. И, в общем, Оксана говорит, что едет вот женщина сюда, в Краснодар, переезжает на постоянное место жительства, что она инвалид, колясочник. И ей нужно было снять квартиру на месяц, потому что она ждет ключи от своей квартиры, которые ей дадут только через месяц. Каким-то чудом, я не знаю, хозяйка согласилась сдать ей на месяц здесь квартиру, однокомнатную, еще и колясочница, представляете, с ребенком и с собакой. Это вообще какое-то совпадение. Не знаю, Бог есть. И, кстати, мне нечаянно тоже попалось это объявление. Я перекинула Оксане, Оксана перекинула Тане. В общем, она вот уже едет. И теперь проблема другая возникла. Она, так как колясочница, ей нужно, чтобы диван у нее был выше, чем ее коляска. А диван на 10 сантиметров ниже. Так вот мы сейчас ездили, напрягли на своих мужей, чтобы они как-то подняли этот диван. В общем, съездили в БАУ-центр, взяли, хотели купить брусок, но он стоит 500 рублей. Позвонили этой Тане, она говорит, ну я не хочу платить деньги, как бы уж тогда лучше, может, кровать купить. Но я ее понимаю, в принципе, я бы тоже не хотела. Хочется, как бы, сделать все это, ну, как можно более бесплатно. Я думаю, я увидела в магазине, эти палеты везде стоят, вот с плиткой, там, с какими-то гипсокартонами. Я подошла к продавцу, к продавцу, можно ли взять палеты. Он говорит, ну я этот вопрос не решаю, обратитесь к управляющему. Управляющий, в общем-то, что-то кому-то долго звонил, и потом все-таки мы взяли два палета, каким-то образом загрузили их в машину, в нашу бедковую. Сейчас вот иду с ключами, вот у меня ключи, я уже заключила договор позавчера с хозяйкой. Вот пока Таня едет уже четвертый день на поезде с ребенком и с собакой, с вещами, мы тут у нее все шуршим, готовим ей квартиру, поднимаем диван на бруски, на палеты на 10 сантиметров. В общем, идем. Ну вот смотри, вот такие палеты, раздобыли. Даже приглашали на пиво, если будет скучно. за эти палеты. Таня, смотри. Смотри, как мы. Ловко. Наташа, Слава. Еле-еле поместили два палета в багажник. Дверь держать. Оксана, заходи, держи кнопочку. Я тут на засъемке приключений. Выходи. О, успела. Номер нажимай. Номер уже. Один раз, один селенька. Блокер нажимай номер. Я опять шестой хотела нажать. Это же блокер. Да. Да. Ты так говоришь, что туда и кровь чищу. Заразнился, что я кровь тоже с ним. Здравствуйте. И вам не хворать. Давайте посмотрим, что я посмотрю. Что нет? Нет. А то туда он будет. Сейчас. Привет. Короче, вот этот диван нам нужно поставить повыше, чтобы он был. Вот эта фигня, выкручивая, выезжающая на колесиках, она вообще казалось проблемами ее поставить, потому что она же будет соскальзывать. Вот еще принесли картонки, чтобы не царапать хозяевам пол. Поставим эти палеты на картонки. Хорошая такая квартира. И еще самое главное, что здесь вот нету всяких порожков, потому что она на коляске, она будет ездить и вообще идеально подходит. Видите, вообще нету нигде. Здесь еще тоже нету порожков. Правда, двери узкие, но она сказала ничего. Здесь она проедет, здесь она проедет, а в ванну наверное не проедет, но не знаю, как. О, тут уже что-то отваливается. Ой. Ну, эта квартира ей только на месяц, она ждет ключи от своего дома, вот там напротив у нее. А ей нужен именно этот район, потому что ребенок будет ходить здесь в школу. и она все-таки на коляске есть, чтобы где-то здесь в этих домах у нее квартира, я даже не знаю, где. Ну, просто с одной понятной, да? Чит. Вот, с другой и не мужчины сказали, что нам не хватит два палета, которые мы привезли из вау-центра, а мы сегодня утром видели еще один на мусорке. Так что мы его сейчас оттуда тянем, поработая немного бомжами. подожди, девушка, не кидай туда мусор, подожди, дай нам добрать палетку. А он все равно другой мусор. И вот вот здесь чисто не хватит. Нет, но одеялка как раз мы не будем, а вот палет, вот, хороший, чистый палет, да? вот как раз левая рука у меня нерабочая. Давай я справа, потому что сейчас подожди, не бери. Королева помоет. Помоешь ли? Как там? Добрые дела. Ай, вот, гвоздь меня уже покорябал. Я же говорила. Давай, короче, ты вон там сзади двери, а я вот здесь. Блин, это плохо. Он был ржавый. Да, вот так лучше. Надо купить перекись в аптеке. Срочно. У меня нет дома. Вы ножки одели? О! Слушай, мне надо это, перекись купить. Смотри, какой он. ты иди, знаешь, что, вот эти, поможут, а в водичек. Солстый. Не, он по высоте нормально, но он работает. Дальше. Назад, наверное, назад еще моральная поддержка сидит. может, может, помнись, неслей? Какие дороги, мне папы. у меняge, Ух ты, мопо, И, тв, 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 тв. Тв, 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 Я не могу это вам сказать, но да. Правда, нам после кирпича вложить какие-то... Чёрт! 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 Я, наверное, не расположить его. Так. Не, пусть будет. Можешь, наверное, поглощаться в обходном состоянии. Ой, извините. Соли, 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 соли. Глупо говоря, ну лучше. Вот, вот сюда нам надо закреплять. Английское слово? Да. Англо-русское. Ты не думал. Ты не поверишь. Я думаю, не только у одних вас стоит этот вопрос. Что мы делаем? Ещё чуть-чуть. Оп, оп, оп. Всё. А вот он сильно здесь торчит. Сильно-сильно? Да. Тебе по бумаге, да? Да. Вот так. Целая история, да, получилась? Вообще. А мы думали, книжки можно подложить. Да. А не вышла. Так. И сейчас по щёху бумаги. Самое интересное, что мы эту Таню даже не знаем вообще, да? Да. Само. Надо из картона ещё съехать. Ну чё, мой хороший. Он нас постит. Картон у нас наш. Вот здесь отрезы там поставят, правильно? И двигаем его. А он ещё двее капнулся. Да. Да. Ты хочешь в меня упереться? Это. Вот так. Нет. Ааааа. Больно же. Ааааа. Всё. Посмотрите там, кстати, нормально. Ну да. Нормально. Ну да. Я не доехал. Да и пофигу. Выгут протирать. Он надо тщательно. Сразу видно. Он всегда с вами это делает. Если уж взялись. Что-то он не идет. А жёны-то жёны как? Забрезки. Поставить свою ногу. Да. В трудный момент прийти на помощь. Да? Тебе. Давай. Зарешу. Его бы вот туда ещё заколотить по лету. И сам диван делать. Вот так вот пойдём. На зоне нет красотехного. Не застёшься. Не застёшься. А я вот тут потуски ещё закинул. Тихо. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Папа-оп-оп-оп. Нирвей, нирвей. Оп-оп-оп-оп. Я знаю, как я назову это видео. Я говорю, ролик вот так, давай поднимем. Отденем, как она есть, а потом она думает. Вот эту форму как-то надо запрыгнуть. Ну вот это хоть закиньте. Все, закончили. Ура! Подожди, а есть сколько? Вот готово. Смотри. Сколько высот? Высота? 60. 60. Без одного. Отлично. Должно быть нормально. Кто хочет продемонстрировать? Наташа. Хорошо. Ничего не падает, ничего не шатается. Ура! Вот это, не знаю, обрезать эту картонку или нет. Не надо ее обрезать. Хозяйка придет и видит, что она на этом стоит, она на картонке. Да. А там не на картонке. Ура! 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 Не знаю. Это надо кому-то? Я не знаю. Вопросы есть? Задавай! Ура!